Президент Игорь Дадон побывал во Флорешском районе. Там он лично оценил ситуацию в сельском хозяйстве и здравоохранении и проинформировал местные власти о последних решениях руководства страны. Игорь Дадон посетил районную больницу Флорешт, где обсудил с медицинскими работниками состояние учреждения и сообщил им об этапах повышения заработной платы и инициативе по модернизации больниц страны. У нас есть претензии, и мы можем обеспечить свои вещи и надеемся на процессе, но мы можем удалось использовать претензии. Вы не дадите спереди, чтобы заработать на заработку, а теперь мы можем заработать очень позиции. Продолжение следует... Мы можем узнать, потому что мы уже очень дабы, как у нас есть этапы, уже дабы. Я думаю, что дабы ратензий должен быть один элемент, дополнительный момент, для того, чтобы специалисты смыли. Позже, во время встречи с местной администрацией, глава государства поблагодарил их за работу, проделанную во время пандемии, и попросил не закрывать школу, отметив, что финансовая проблема уже решена. Игорь Дадон также побывал в спортивной школе Флорешт, которая посещает 500 детей. Сейчас там строят новый зал, на это было выделено 700 тысяч леев. Но требуется еще средство. Президент обещал – дадут. Спортивная школа готовит чемпионов по греко-римской борьбе. Нанимается 60 человек. Это минимум. Бывает немножко больше, немножко меньше. Вот так. У нас два тренера. У нас есть чемпион Европы прошлого года парень. И позапрошлым году мы взяли четыре медали, привезли в чемпионату мира и Европу. Глава государства также проинспектировал строительство моста через реку Реут, недалеко от села Штифанешты. Стоимость работ составляет более 15 миллионов леев. Мост должны открыть через три месяца. Президент обещал. Президент обещал ряду. Президент обещал. Президент обещал. В ходе визита обсудили и ситуацию в сельском хозяйстве. Фермеры рассказали Игоре Дадону о проблемах, с которыми они столкнулись в этом году. Игорь Дадон посетил 97-летнего ветерана Второй мировой войны Василия Танасийчука, которого лично наградил орденом республики.